В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Ажарова. Здравствуйте! Чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Одессе не будет. Его перенесли в Киев. Отечественная Федерация Хоккея подала соответствующую заявку Международную Федерацию, которая была поддержана. Главная причина – затягивающийся ремонт Одесского Дворца Спорта. Здание оказалось намного больше дефектов, чем ожидалось ранее. Сам чемпионат пройдет с 14 по 20 апреля. В турнире будут принимать участие шесть сборных – Венгрия, Австрия, Япония, Италия, Румыния и Украина. Апелляционный суд Одесской области изменил меру пресечения двоим активистам, участникам событий в Летнем театре – Игорю Бею и Сергею Стерненко. Адвокаты первого добились для подзащитного назначения ночного домашнего ареста. При этом в своих показаниях Игорь Бею не отрицал, что бросил в толпу баллончик с краской и настаивал, что его целью был не Дмитрий Головин. А вот адвокаты Сергея Стерненко в ходе процесса утверждали, что главный потерпевший, свидетель событий, начальник областной полиции, занимается фасификацией, избегая визита в суд. Так, прокуратура предоставила документы о том, что Дмитрий Головин находится на стационарном лечении. Однако адвокаты говорят, что в этот период он был на службе. Суд отказал в решении первой инстанции. В результате 60 дней СИЗО с правом залога заменили на личные обязательства. Сергей Стерненко теперь намерен жаловаться на действия судей первой инстанции, подкрепив намерение решением апелляции. Теперь активист обязан лично являться в правоохранительные органы для дачи показания. 600 тысяч гривен залога возвращаются губернатору области Максиму Степанову. Третий день продолжается пешеходный протест у проходной Одесского нефтеперерабатывающего завода. Три десятка жителей микрорайона Шкодова-Гора, в чьих домах до сих пор не включили отопление, перекрыли проезжую часть. Люди пропускают только маршрутки и спецтранспорт. Фуры и легковые автомобили вынуждены разворачиваться и искать объездные пути. Протестующие дежурят на переходе. Круглосуточная акция будет длиться до тех пор, пока в квартиры местных жителей не вернут тепло. Один день из жизни замерзающих в материале Виталия Хемия. Большинство диалогов протестующих с водителями проходит на повышенных тонах. Лишь один из десяти входит в положение замерзающих граждан. Третьи сутки около 30 человек ходят туда-обратно по пешеходному переходу, пытаясь обратить на себя внимание местной и центральной власти. Я тоже за вас. За вас тоже голосую, что вы за тепло. Мы подходим. Если человек подъезжает на машине, спокойно, не наезжает, как вот буквально полчаса был прецедент, когда фура въезжала в толку, не открывая его, еле полицейские остановили. Мы подходим и объясняем, почему мы здесь стоим и ни с кем не ругаемся. Судьба этих людей решается в Кабнине. Переписку с чиновниками жителей микрорайона Шкодова гора ведут с августа. Пока безуспешно. Отсутствие отопления в перспективе некоторым домам грозит разрушением. Дело в том, что трубы отопления центральные, они проходят по чердакам домов. Вода с них не слита. Сейчас уже началась зима, они сегодня-завтра стукнут морозы. Если эти трубы замерзнут и лопнут, люди останутся без жилья. Например, я живу в одноэтажном доме. Дом известняк, старый дом, ему уже почти 60 лет. В квартирах трехэтажных домов, если не пользоваться электрообогревателями, температура выше 6 градусов не поднимается. Стены, потолок и мебель покрываются плесенью. Особо рассчитывать на камины и кондиционеры тоже не стоит. Проводка старая, в микрорайоне регулярно отключают свет. Вероятность короткого замыкания немаленькая. Мы переехали сюда в 4-4 год, как с мужем. Сразу после свадьбы какой-то маленький косметический ремонт, какие-то обои. Везде появилась и сырость. Ее не было. Особенно у нас угловая комната и сырости очень много. Цветет холодильник, подоконники, цветут все углы, обои, шкаф, мебель, все цветет. До конца недели протестующим пообещали, что включат отопление. Однако пока покидать приезжую часть никто не собирается. Константин Гречан и Виталий Хений, Григорий Евич, телеканал Репортер. В свою очередь до понедельника 12 домов на Шкодовой горе обещают подключить к отоплению. Больше месяца чиновники разных уровней обещают решить проблему, а ВОЗ и ныне там. Губернатор Одесской области Максим Степанов обратился к Кабинету министров, чтобы те позволили включить котельную на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода и запитать теплом дома на Шкодовой горе. Сегодня внесено до порядка денного заседания Кабинета министров вопрос, который регулирует проблему, которая возникла за микрорайоном Шкодовой горы, что до опаления этих 12 домов, потому что это просто какая-то катастрофа. Я понимаю людей, когда на улице 0 градусов, что у них происходит дома, и они стали заручниками какого-то такого повного непорозумения, какой-то такой, как раз глупости. Потому что вопрос суто технично. Суто технично нужно его регулировать. Но я надеюсь, что сегодня они его примут, и после завтрашнего дня уже будет подключено до опаления этих 12 домов. Также Максим Степанов сообщил, что в ближайшее время наш регион будет полностью обеспечен необходимыми вакцинами от гриппа и острых респираторных заболеваний. Министерство здравоохранения уже получило достаточное количество препаратов. Вопрос чисто технически передать их больнице Одесской области. Убийца девушки останется в СИЗО. Суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей на 60 суток. 37-летний мужчина осознался, что отобрал у 11-классницы телефон. Изнасиловал ее, а потом убил. 29 сентября 16-летняя школьница из села Тузлы Татарбунарского района отпросилась у мамы на концерт в соседнее село, а утром не вернулась домой. Через несколько дней убийцу задержали. Выяснилось, что это не первое его преступление. В Одессе отметили День вооруженных сил Украины. На Аллее славы состоялось торжественное возложение цветов к памятнику неизвестному матросу. В церемонии приняли участие депутаты, военнослужащие, духовенство и общественность. Социальная программа, которая у нас сегодня существует в городе, они, наверное, самые такие масштабные в Украине. Оказывается, всяческая помощь материальная ветеранам войны, участникам боевых действий, участникам АТО. Действительно, в последние годы уделяется большое внимание и уделяется из бюджета страны достаточно большие деньги на вооружение, на то, чтобы поддержать нашу армию. И чтобы наши военнослужащие были материально защищены, то есть они получали достойную зарплату, они были обеспечены жильем. То есть полный социальный пакет должен быть. Сейчас в армию возвращаются те офицеры, которые бездумно были уволены в 7, 8, 9, до 12 года, увольнялись и сокращались. Это праздник не только для военных, это праздник для всей страны, потому что женщины, дети, все имеют отношение к армии. Потому что вдовы, которые остались от военного АТО, требуют нашего внимания. О том, что родители военного АТО тоже требуют нашего внимания. Не только сами воины, но и те люди, которые помогают и всегда будут сопровождать нашу армию и поддерживать ее в ее начинании. Одесская епархия передала медикаменты военных госпиталь. Также в честь Дня вооруженных сил Украины священнослужители передали подарки бойцам АТО. Это уже не первый раз, когда верующие покупают лекарства для медучреждений и поддерживают военнослужащих. Сегодня по благословению владыки митрополита Агафангела, Одесская епархия передает необходимые медикаменты нашему военному госпиталю. Эти наименования медикаментов были согласованы непосредственно с руководством. Это то, в чем сегодня нуждается военный госпиталь. И были закуплены эти лекарства и переданы для того, чтобы они послужили тем людям, которые находятся на стационарном лечении. В том числе и воинам АТО, которые сегодня в определенной большей части проходят именно здесь свое лечение. Также для военных выступили одесские школьники и православные хоры. ПЕСНЯ В рамках благотворительной акции «Дети помогают детям» в Одессу прибыл рождественский конвой с волонтерами из Франкфурта. В течение трех дней немецкие волонтеры планируют раздать одесским детям из многодетных семей 25 тысяч подарков, приготовленных ровесниками из Германии. Сами волонтеры представляют международную организацию «Круглый стол» и посещают Одессу уже восьмой раз. Подарки может быть все, что угодно. Вот как у ребенка на сердце что-то есть, он хочет поделиться, он понимает, что у него хорошо. Мы проводим инфоакции, где говорим, что есть ваши сверстники. И это не само собой разумеется, что каждый ребенок получает новогодний подарок. И когда они тоже начинают это понимать и осознавать, а уже, поверьте мне, дети и в маленьком возрасте, в шесть, семь, восемь лет это могут представить, у них сразу появляется чувство «Я хочу поделиться». И вот на этом эмоциональном моменте и создаются наши подарки. Я имею в виду, что всегда есть индивидуальная история. Например, у меня есть два детей, у меня есть два маленьких парня. И я рассказывал им о том, что дети здесь, в Украине, и спросил им, если они хотят собрать подарок для них. И каждый из них, они собрали подарок, и они рискали, и они написали, и такие вещи. Мы привезли его в Украину, и мы получаем узнать людей, как вы здесь, и вы очень благодарны. И есть также такая семья между нашим генерацией. Это очень-очень здорово. После Одессы рождественский конвой с немецкими волонтерами отправится в Молдову, Румынию и Болгарию. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Счастливо! Продолжение следует...